всем привет ребят сегодня посмотрим как работает грамм medal of honor airborn на xbox серия с посмотрим на скорость загрузки посмотрим на графику посмотрим какой здесь у нас фпс ну и конечно же на управление геймпада весит игра 6 и 6 гигабайт давайте запустим ну и посмотрим сколько быстро загрузится у нас медалу холмур airborn медалом холмур airborn работает у нас по обратно совместимости с xbox 360 при разрешении full hd 1080p и уже к счастью 60 fps до для данной игры завезли fps boost и теперь у нас здесь стабильные 60 кадров это даже очень хорошо потому что сейчас многие игры с xbox 360 получают данную технологию fps boost ну и намного лучше играются и в другом свете себя показывают довольно таки быстро и разгрузилась это понятно как бы она еще с позапрошлого поколения еще бы она долго загружалась пресс-старт нажимаем здесь у нас сохраненные данные и мы уже подключаемся к самой сети чтобы нас правильным и муж в игре сразу компания и континью продолжим продолжим мою компанию которую до этого я вам показывал в предыдущем ролике по данной игре где-то было еще у нас 30 fps все мы быстренько опять же загрузились то есть все у нас быстро произошло на том же моменте мы кстати начинаем почему-то странно хотя должны уже по единой земле быть ну да ладно 60 fps уже даже вот сейчас чувствуется конечно вот это вот размытие в изображении никак не убрать потому что настройках даже нет такого пункта но но да ладно так саде приземлились то на крышу так ладно на кашу приземлились давайте оружие в руки и пошли очень очень удобно ребят управления прям сразу же после 30 fps поверьте мне я играл когда в 30 данную игру и сейчас ты играешь 60 намного лучше играется в разы прям очень плавно отзывчиво управление сейчас бы еще убить меня ох ох как анимация да сколько насколько она плавнее стало от того что было это просто ужас не разбиться вы еще конечно да ждем пока у меня хелспойта восстановится так давайте пробуем убить фрицев вибрация здесь конечно это наверно одна из немногих игр где вибрация прям тебе передает всю эмоцию и всю обстановку игры именно от того что ты стреляешь с данного оружия вот это вот реально интересно выполнено как по мне не знаю о ей ну да здесь управление немножечко странно тоже выполнено тебе чтобы перезарядиться нужно нажимать на а обычно на это прыжок так давайте почему-то нельзя автомат выбрать странно вот все отлично выбрали давайте с винтовки пострелять зачем нам с автомата каждый раз стрелять уйди уйди в сторону уйди в сторону да и по поводу укрытия здесь также то есть ты когда начинаешь целиться есть какое-то укрытие есть перед тобой то есть вот можно же без укрытия просто-напросто влево вправо перемещаться а попасть бы конечно в тебя разочек я сейчас умру подождем немножечко я отхилюсь не с винтовки очень интересно взять жаль да конечно то есть выстрелы происходят именно по фонарю то есть видно что осколки стекла летят но она не разрушается ну и ясно как бы игре это уже сколько лет еще вон разрушалась куда ты пошел фриц и попасть не могу в него тогда тебе попробуем попасть это свои уже что ли это уже свои что-то я про фукал ладно давайте попробую из пистолета пострелять разнообразить в коем что было все убил да смотрите как он красивенько так давайте перезарядимся немножечко ой больно 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 как больно больно а я 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 да тут censu обязательно нужно будет настраивать для тех, кто будет играть в эту игру, потому что здесь она как-то очень-очень вяло настроена поначалу. Смотрите, даже бутылочки попробую разбить. Ну, тоже даже, видите, бутылки не разбивают. Но, опять же, к такому придираться, к такой старой игре, то, что здесь не разбиваются бутылки, хотя это вообще не нужно. Здесь тебе нужно убивать фрицев, бегать, убивать их и цедание выполнять. Ой-ой-ой. Так, давайте наверх зайдем, попробуем. Хотя бы просто снять его сверху. Где ты? Покажись. Очень интересно, вот эта вот механика мне прям доставляет удовольствие, что ты можешь за каждый угол заглядывать. А, фрицы бегают, наши их не стреляют. Зачем? Правильно. Тут стрелялся вроде. Да. Быстрее, просто-напросто стоит и в спину стреляет. Вибрация, вот честно, нужно немножечко, конечно, ее поменьше здесь. Она будто бы тебе сейчас руку отобьет. Ужас. Просто у тебя вот если положить на стол куда-нибудь или на ноги, у тебя просто отобьет ноги от такой сильной вибрации. Да, очень сильно. Ну, понятно, что в триггере нет вибрации, только в ручке геймпада, потому что игра, опять же, повторяюсь, в который раз уже старая. От нее такого ожидать не стоит. Эй, дружок. Хорошо. Тут еще один. Даже двое. Отлично. Пусть три физика тел. Для такой игры физика тел прям идеальная. Ужас. Давай-ка мы вот так сделаем. Твою. Куда ты побежал? Граната у него. Все. Отлично. Можно, конечно, взять, поменять оружие, но я не буду. Зачем? Я лучше с Томпсоном похожу. То есть каска, видите, здесь тоже. Так. Вроде бы я все выполнил. Да, можно спускаться обратно вниз. Обратно вниз. Можно здесь спуститься и пойти по заданию. А если я правильно помню, мне нужно на вот эти вот желтые стрелочки. Да, вот мои зеленые здесь. Все, никак они расправятся с ними не могут. Но я попробую сейчас со снайперской винтовкой. Не с снайперской винтовкой, а просто винтовки расправиться с ними. Выстрел. Выстрел. Отлично. Одни головы только ставлю. По поводу графики, да, конечно, ничего не изменили. 60 фпс добавили, графику вообще не поменяли. Но может быть моментами будет казаться, что она лучше становится, но на самом деле ничего не трогали. В настройках именно изображения можно поменять лишь яркость. Как раз таки я всегда это и делаю и вам советую в играх с Xbox 360 это делать, потому что у них всегда проблемы со светопередачей. Не знаю почему, но оно так и есть. Я это не выдумываю, оно так на самом деле и выглядит. Поэтому придется каждый раз вам настраивать. Даже бывают моменты, что игры с Xbox 360 сбрасывают туда все настройки. Ну и так же звука бывает сбрасывают. Ну, это будете сами настраивать под себя, как вам будет удобно. Почему-то спину попасть не могу. Ладно. Очень приятно даже графика до сих пор. Как бы виды машин, ржавых таких подорванных, стены, даже кое-какие, знаете, отражения. Понятно, что да, они как бы тяп-ляп сделаны, но все же. Так, попробую. Отлично. Минус голова. А ты куда пошел? И попробую тебя еще убить. Наверное. Да. И тебя. Куда пошел? Все. Ну, физика, конечно, здесь, ну, очень-очень атмосферная игра. Посмотрите отражение. То есть, даже, смотрите, как блестит. Ну, хорошо, хорошо игра выполнена. Сейчас 60 FPS, при 60 FPS-то, грех на нее жаловаться. Только играть и играть. Проходите, проходите. Единственная вообще игра из ветки именно не Call of Duty, не Battlefield, а именно Medal of Honor. Хотя их было достаточно частей, но эту серию игр просто-напросто похоронили. Хотя, довольно-таки интересная была серия игр. Жаль, что их больше не будет. Так, ну-ка. Было бы, на самом деле, неплохо, если бы еще хотя бы парочку частей Medal of Honor добавили в геймпасс, но, к сожалению, только одна часть имеется. давай попробуем вот эту подстрелить. Сегодня пытается сесть за пулемет за свой, Ты посмотри на него. Так, стоп, давайте я с винтовки все-таки подстрелю, попробую. Да, нет, не получилось. Как-то не вышло. Ну и, кстати, момент загрузка после смерти, посмотрите, три секунды ты уже летишь обратно. То есть, это прям так быстро, это прям моментально. И то, у меня игра установлена на внешний жесткий диск, даже не на SSD. И подгрузок, кстати, как таковых, вы можете вообще не увидеть, потому что очень хорошо работает игра, даже на внешнем жестком диске. Ну что, ребят, как-то вот так работает игра Medal of Honor Airborne на Xbox серии АСС по обратной совместимости с Xbox 360 при Full HD разрешении 1080p и уже 60 FPS FPS завезли, все хорошо, и во многие игры, кстати, тоже завезли FPS с Xbox 360 по обратной совместимости. Отзывчивое управление, нет никакого input lag, абсолютно задержки управления, все хорошо работает, ну и, конечно же, просадок FPS также я не заметил, ну, более-менее хорошая графика для такой старой игры. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк, ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре, и Xbox Series S, также ты можешь подписаться на группу ВКонтакте, присоединиться к Discord, серу, подписаться на мой Instagram, также ты можешь стать моим спонсором, все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят, пока, уже совсем скоро увидимся.